Восьмидесятилетняя американка смогла самостоятельно посадить самолет, сообщил сегодня телеканал Fox News. Инцидент произошел во время полета пожилых супругов на легком двухмоторном судне. Неожиданно пилот потерял сознание, но его супруга не растерялась и по рации связалась с диспетчером для получения инструкций. Бабушка никогда раньше не управляла самолетом, более того, отказал один из двигателей и кончалось топливо. Несмотря на это, посадка прошла удачно. Несмотря на такие героические виражи, некоторые мужчины не перестают повторять, что женщина не создана даже для управления автомобилем. Тем не менее, с каждым годом за рулем все больше представительниц прекрасного пола. И это еще что. Героиня нашей рубрики «Женщина умеет все не только прекрасно себя чувствовать за рулем» Елена Роженцова – инструктор по вождению с пятилетним стажем. И то, как правильно управлять автомобилем, расскажет не хуже любого мужчины. На какой передаче делаем мы? Все, остановка взяла. Начинаем со стакана. Когда получилось у меня взять машину, взяла дополнительные занятия тоже. И в первый же день инструктор предложил мне, который меня обучал, научить на инструктора. То есть тогда, конечно, я не поверила, что все это смогу. Заходит инструктор Лена. Она не представилась сначала, конечно, прошла. Мы думали, просто ученица там или методист. И в итоге она представляется, говорит, что я инструктор Лена, буду вас обучать. Все, конечно же, о, да как так. А потом в процессе обучения я понял, что Лена – это очень опытный инструктор. Она очень хорошо все объясняет. Наша задача – дальняя фишка, которая с белой окантовочкой, посередине ее ставим руля. То есть она прямо должна смотреть на нас. Как мы эту фишку поравняли, отвлекаемся на боковую. Ставим ее параллельно заднему колесу. Ну, достаточно. Значит, движением начинаем назад. Едем в правую сторону, да, руль выкручиваем направо. Потихонечку, не торопясь. Переживаешь за каждого. То есть у нас вот курсанты как говорят, ой, Лен, мы там переживаем, да, туда-сюда. Вот, я обычно им как отвечаю, вот вы за себя переживаете, а я за вас за 30 переживаю. Все, они, то есть, они уже меня понимают, они обещают, мы тебя не подведем, не переживай, все сделаем, чтобы сдать. Работа очень сложная, не только для женщин. Даже для нас, мужчин, это очень сложная работа. Если она в этой работе справляется, и справляется очень хорошо, как инструктор. Это видно по результатам ее сдачи. Как раньше, конечно, такого прям восторга нет, что да, я инструктор. Я сейчас воспринимаю себя, это моя профессия, моя работа, то есть ничего удивительного в этом нет.